Всем привет! Это Экономика Хашимова, я ее ведущий Берзот. У нас в гостях независимый исследователь Камиль Галеев. Камиль является историком по образованию и пишет много про историю, про экономику, про Китай и Шотландию. Но сегодня я хотел бы поговорить с Камилем о войне. Добро поговорить, Камиль. Спасибо. Камиль, я начну сразу с темы войны, потому что это как бы самая большая тема, которую все обсуждают, и о которой вы пишете. И я бы хотел обратить внимание на ваш твиттер. Через пару дней после начала войны вы написали в твиттере, что Россия проиграла войну, и описали нам логику того, почему вы так считаете. И у меня вопрос, можете ли вы нам рассказать про эту логику и ваш мыслительный процесс этого? Как вы пришли к этому выводу? И второе, считаете ли вы что-либо поменялось с тех пор? Ну, знаете, про логику. Там, как бы, спасибо, вы как-то ко мне слишком добры. Там не через пару дней получилось, а через три, кажется. Но на самом деле вопрос очень хороший. Знаете, есть такое выражение, что среди всех социальных наук есть одна точная демография. что экономические, там, политические прогнозы, они обычно весят гораздо-гораздо меньше, чем это принято считать. Гораздо менее точные обычно, чем, кажется, тем, кто прогнозирует даже. А вот на основе демографических какие-то построить прогнозы можно. То есть вот если так, чисто так абстрактно, абстрактно, то вполне может быть, что, там, не знаю, ВВП Албании лет через 10 будет в два раза больше или в два раза меньше, чем сейчас. Такое можно себе представить. К примеру, я абстрактный такой гипотетический пример. То есть мы на самом деле не можем установить коридор в большинстве случаев, в котором будут изменяться вот эти величины. А вот в каком диапазоне, например, будет изменяться численность населения, это можно предположить достаточно точно. То есть, грубо говоря, у вас может там значительно вырасти экономика или упасть, но населения нет. То есть в данном случае я к чему? Что прогноз с опорой на некоторые такие физические величины, он может быть гораздо более точным. Потому что, например, там, экономические, социальные, политические величины, это чаще не столько вот про физику, что-то материальное, а чаще это про некоторую сумму человеческих ожиданий. А эти ожидания могут быть неверными. Вот. То есть опасно. То есть вы хотите сказать, что в демократии дисперсия меньше, чем, скажем, в экономических или политических предположениях? Так можно интерпретировать? Ну, вот знаете, у Талиба у него было такое, оно может грубоватое, но мне кажется, мне очень нравится, такое противопоставление, там, экстрим-стан и медиокр-стан, как это, там, крайний стан и средний стан. То есть, грубо говоря, величины как раз физически и физического мира, они относительно стабильны. И поэтому предсказания на их основе можно делать с большей точностью. Ну вот, например, пример как раз чего-то очень материального, и что хорошо предсказывается, это демография. То есть мы на ближнюю и даже иногда на среднюю дистанцию можем предсказать динамику, основываясь на полувзрастной пирамиде и на, там, коэффициенте фертильности, коэффициенте рождаемости. Но, например, с экономикой это уже не работает. Так вот, вопрос в данном случае. Можно ли найти какие-то такие материальные величины очень, так, из среднего стана, из мелиокрус-стана, основываясь на которых можно делать военные прогнозы? Да. Пример такого – это логистика. То есть точно так же, как завтра у вас там по разным причинам, например, изменилась конъюнктура на рынке, и вот то, что вы продаете просто из-за цикличности, оно там выросла, там, цена на 30%. Такое может быть. Но у вас никогда никаким образом не может вырасти еще там внезапно 30% населения. Просто за счет рождаемости. Похожим образом, более достоверные, более точные прогнозы, в том числе и в военном деле, можно делать часто, основываясь на логистике. И в тот момент, я не буду говорить на основе, как бы каких источников, каким образом. Но в тот момент, когда я убедился, что начинается серьезная война, а приготовления к ней нет, приготовления к ней не было сделано. И логистической базы для того, чтобы эту войну вести на данный момент, вот речь идет про конец февраля, у России нет. Естественно, я сделал вывод о том, что это будет затяжной конфликт. И этот затяжной конфликт Россия, скорее всего, проиграет. Смотрите, там в Твиттере, в том же, была идея о том, что Россия пытается не воевать войну, как надо, а делает это в стиле Чехословакии 68-го года, когда советские танки прилетели, когда советские танки пошли на Чехословакию. И то есть у вас был аргумент еще такой, что типа со стратегической точки зрения это кажется какая-то не военная, не милитарий, а вот именно полицейская акция. Я правильно это понимаю? Да, но мы сейчас с вами задаем немножко ретроспективно, то есть позиции после знания, когда мы уже знаем, как все это обернулось. Но до февраля были очень распространены точки зрения, очень распространена точка зрения, что как таковой войны-то и не будет. А будет именно такое смирение, и там украинская оборона посыпется сразу же. Такая точка зрения была очень распространена. Она была очень распространена в России. И я думаю, что в результате этого все вторжение изначально строилось на неверных допущениях. О том, что либо сразу посыпется оборона, либо обороны как таковой вовсе-то не будет. Это первый момент. То есть, скорее всего, те допущения, на основе которых строился весь план, они были ошибочными. Второй момент. Когда мы говорим не про войну, а про спецоперацию, то такой момент, что не только у РФ, но, пожалуй, позднего СССР не было и практически не было опыта вообще ведения войн. Ну, смотрите, какие... Понятно, что я сейчас выбираю только крупные, выбираю только известные, может было бы накидать больше, но какие вот крупные такие военные операции мы знаем. Мы знаем Венгрию, 56-й год. Мы знаем Чехословакию, 68-й год. Мы знаем... И как раз вот в этом ряду, я думаю, планировали Украину. Мы... Это с одной стороны. Это, то есть, речь идет о таком относительно большом восточноевропейском государстве, которое усмиряет. То есть, это скорее политическая операция. А другое, это другое, это, например, Афганистан, или, например, Чечня. И здесь, опять же, речь не шла именно о войне против индустриального государства, а речь шла, по сути, о противопартизанской операции. И вот как-то, ну, Сирию сюда можно отнести. И вот как-то так и получается, что ни у позднего СССР, ни у Российской Федерации опыта в ведении войны, это его, по сути, нет. Все, что... Весь вот форум военный, все, для чего военные силы использовались, это либо для... Как это? Приведения в покорность, но, опять же, не армии, а гражданских, как в Венгрии или как в Чехии. То есть это полицейская операция. Либо другой вариант для подавления партизан. И это, знаете, две большие разницы. То есть, например, самое очевидное, я просто не хочу тут вдаваться, например, самое очевидное, что ни в Чечне, ни в Сирии у тех, кто противостоял российской армии, не было там никаких серьезных ПВО. А Украина есть. То есть Россия ввязалась, основываясь на ложных допущениях, Россия ввязалась в затяженную войну против индустриального государства, а опыта войны с индустриальным государством у России нет. Понятно. То есть логика, которую вы сделали вывод, что Россия проиграет, была составлена из двух частей. Одна, это, как вы сказали, матч-часть, то есть демография, это логистика. Не, не демография, а просто логистика. Логистика. Да. Логистика, да. А вторая, это то, что они планируют полицейскую операцию, используя условно воздушно-десантные войска, а на самом деле им предстоит война такая широкомасштабная с индустриальным государством, в которой есть тяжелая пехота и бронетехника и так далее. И основываясь на этих двух факторах вы пришли к этому выводу. Так я могу сказать? Да, еще третий. Почему я еще взял паузу и как это, не сразу, а с некоторой паузой опубликовал прогноз? Потому что тут еще был третий фактор. Насколько я мог судить к тому моменту, Россия не привела в действие имевшихся уже алгоритмов мобилизации экономики. То есть это значило, что Россия не имеет опыта воин, потому что то, что Россия имела до этого, это не войны. Это, говорю, либо усмирение гражданских, либо контр-партизанщина. Ввязалась в войну, матчасть не готова, и уже имевшихся алгоритмов мобилизации экономики при войне в действии не стали. И, исходя из этого, я сделал вывод, что будет длительный затяжной конфликт, который Россия проиграет. В том числе потому, что поддержка Украины, она, это же как бы не нечто такое, вот, отлитая в граните, не константа, а поддержка Украины, допустим, западными странами, она зависит в первую очередь от того, насколько хорошо Украина будет отбиваться. То есть, если бы, я могу сейчас циничную вещь скажу, но я думаю, что если бы, как многие в России предполагали, что если бы украинская оборона сразу же рухнула, и там Россия оккупировала, допустим, половину страны или 70% страны, может, какие-то вводили бы санкции, но они были бы гораздо-гораздо мягче, чем те, которые ввели реально. Точно так же, как и нежелание обставлять Украине на ранних стадиях или до войны какое-то тяжелое вооружение, оно может во многом объясняться тем, что многие не верили в то, что она, в принципе, выстоит. А тот факт, что Украина выстояла и выдержала первый удар, он значительно увеличил уровень ее поддержки. максимальная шанс сломать ее первым ударом, в том числе и потому, что на тот момент видимо, еще не было консенсуса о том, что она выстоит, а следовательно, не было и консенсуса о том, что ей нужно помогать. То есть тут скорее помогают тому, кто сам себе помогает. Насчет ВДВ. Вы написали о том, что ВДВ, в общем-то, они как бы они тяжелые и они против условно тяжелого вооруженного пехоты не могут воевать. И буквально вчера или позавчера я увидел клип из российского телевидения, в котором говорили, что, не знаю, около половины личного состава ВДВ как бы было уничтожено в войне. Что можешь сказать, почему они используют самые элитные части до сих пор и почему как бы уроки этой спецоперации в начале до сих пор не были выучены? Ну, тут на самом деле два как бы момента. Мне кажется, что тенденция к использованию типа элитных частей тех же самых ВДВ, как обычную пехоту. Она еще в Афганистане наметилась, а в Чечне продолжалась. То есть, например, если еще на Чеченск, обратите внимание, если я не ошибаюсь, я могу сейчас вспомнить неверно, но мне кажется, что еще в первую войну на штурм Грозного перебрасывали морскую пехоту с Тихоокеанского флота. То есть, это, видимо, говорит о том, что при формально очень большой численности армии, каких-то, сколько-то подготовленных, обученных, натренированных войск у России может быть очень мало. То есть, это вообще хороший вопрос. Насколько численность армии на бумаге соотносится с численностью реально военных, которых куда-то можно отправить? И вы хотите сказать, могу ли я вот такой вывод сделать, что все войны современной России, то есть, начиная от Чечни, потом Грузии, потом Крыма, потом Сирии, они все велись примерно под одинаковыми сценариями, просто так получилось, что Украина 2022 года была самая большая из, как бы, жертв России? Не совсем. Я бы сказал, что с Украиной готовились к... То есть, Россия реально знала два сценария. Первый сценарий это вот именно там усмирение в стиле Чехословакии, другой контрпартизанская операция в стиле Чечни. И я думаю, что с одной стороны Россия готовилась к первому сценарию, рассчитывала на первый сценарий, то есть усмирение а-ля Прага 968. При этом была готова к чеченскому сценарию тоже, то есть, что оборона посыпалась, там есть какие-то отдельные там сопротивляющиеся части или партизанщины их находят, там уничтожают, но к сценарию войны готова не была. Причем, что интересно, мне кажется, что это еще, эту неготовность надо рассматривать в контексте. А в контексте вот каком. Экопо-военного Советского Союза она была очень милитаризована. То есть, практически полностью вся экономика, все опыта, оно было подчинено военным нуждам. В 90-е экономика посыпалась, экономика посыпалась, там было обрушение технологических цепочек, машиностроения в целом, то есть, очень сильная экономическая и технологическая деградация. И как реагировала армия? Ну, насколько я могу судить, насколько я могу судить, кстати, я очень рекомендую книгу Гольца об этом, мне очень понравилось. До где-то середины 90-х Никого? Гольца? Гольца, да. Где-то до 90-х систематически военное руководство, оно не принимало сложившуюся реальность. Сложившаяся реальность была в том, что ему нужно поддерживать какой-то уровень с какими-то процентами от советского, от советских расходов и от советского потенциала. Окончательно приняло оно только с назначением Сергеева. Это если я не ошибаюсь, это 97-й год. А Сергеев как раз бывший начальник ракетных войск. И тогда по факту приняли такую концепцию, что мы строим или сохраняем сильный ракетно-ядерный щит, а как бы все остальное идет по одному месту. И действительно как раз 90-е там при общем коллапсе, в том числе и ВПК, там предпринимались достаточно серьезные шаги как раз в области ракетного щита. То есть первую российскую баллистическую ракету построили тополем. Все предыдущие советские были в значительной степени в Украине изготовлены. То есть все ресурсы, что можно, вложили в ракеты, а остальные пусть выворачиваются как могут. И в итоге сложилась такая ситуация. И она почему? Ну на самом деле в какой-то степени логична. в какой-то степени логична, потому что типа и статус великой державы, и там взаимоотношения США и Китая, они в значительной степени определяются наличием вот этого престижного ядерного щита. А под под этим ядерным зонтиком Россия может делать все, что хочет в постсоветском пространстве. Грубо говоря, считалось и, наверное, исходили из допущения, что все соседние армии, ну, может, кроме китайских, они настолько неизмеримо слабее, что, по сути, как-то серьезно готовиться к сухопутной войне не нужно. То есть ядерный зонтик, он обеспечивает невмешательство сторонних игроков, а армия уж какая есть, она и так кого нужно всех замочить. Действительно, до 2022 оно так и работало. Короче, вот важная такая мысль, это то, что в ситуации недостатка ресурсов, который сложился в 90-е, и необходимости как-то обеспечить военное строительство с этими очень ограниченными ресурсами, уже к концу 90-х выбрали сохранять или даже усиливать ядерный щит, включая средства доставки, конечно, а остальное пусть идет по одному месту. Наверное, наверное, единственный руководитель, который всерьез пытался переместить акцент именно на сухопутную армию, это, конечно, был Сергяков. Это, конечно, был Сергяков. И, например, ну вот, знаете же, где армию вторжения российскую готовили. Причем не только регулярную армию, но и там Вагнеров. Не знаете, В Мулино, да? В Мулино, конечно, Нижегородский оборуд. В Мулино, в Мулино. А Мулино его как раз начали отстраивать при Сергееве. То есть компания Райн Металл, это крупнейшая немецкая оборонная компания, они как раз при Сергееве подписали контракт, что будут строить в Мулино учебный центр, который типа State of the Art, они тогда в прессе близи, они удалили, но, естественно, заскриншотил. Типа, как произведение искусства будет учебный центр, который основывается на модели учебного центра Бундесвера в Альтмарке, но лучше. Там с новым симуляционным оборудованием совсем таким. Короче, для того, чтобы именно сухопутную армию готовить по стандартам НАТО. Там у них, правда, начались нюансы после того, как... То есть вот этот оборонсервис, помните, там был скандал оборонсервис и все такое, это как раз была сердюковская компания, через которую, которая была прокладка этого самого районметалла при строительстве Мулина. После того, как Сердюковы ушли, его очень сильно обхаяли, и продолжать строительство через оборонсервис было невозможно, поэтому оборонсервис переименовали в гарнизон, и строительство точно так же продолжалось после. Но, насколько я могу судить, проблема была не в том, что поставщики принципиально не желали продолжать сотрудничество после введения санкций, а, насколько я могу судить, там была проблема в том, что в российских прокладках в первую очередь. То есть, я сейчас не готов дать каких-либо источников или протестировать, но мои источники говорят о том, что российские как раз участники, на которых в значительной степени возложили строительство Мулина после 1415-15 годов, они были недобросовестны. Поэтому в итоге, насколько я могу судить, этот учебный центр никогда не довели до стандартов, которые предполагались изначально. То есть, грубо говоря, он гораздо хуже, чем его планировали. А возможно, если бы его довели, если бы его довели, тогда уровень подготовки и вторжения был бы значительно выше. Смотрите, здесь есть как бы две негативоречащие идеи, я попробую их сформулировать, и вы мне скажете, как думать. Первая идея была такая, что российская и в том числе советская армия, они как бы из-за политических причин специально были не очень сильно боеспособны, потому что был риск, что если кроме каких-то элитных частей была очень сильная боеспособная армия, она будет иметь какой-то политический вес, и службы безопасности и так далее как бы официальным образом делали так, что армия небоеспособная, что генералов не уважают и так далее и так подобно. А вторая как бы теория была о том, что российская армия неспособная, потому что люди, которые работают в ВПК и в армии, они коррумпированы. И вам кажется, какая из этих теорий имеет больше валидности из этих двух, скажем так. Понимаете, мне кажется, что каждая теория это же нереальность, это некоторая аппроксимация, упрощение. То есть это никогда нереальность, как она есть, поэтому, наверное, будет правильнее неправильное или нет. Понятно, что все они частично правильные, а частично нет. А скорее, какая из них более полезная. Мне кажется, что первая на самом деле гораздо полезнее. гораздо полезнее. В том числе потому, что да, да, я действительно считаю, и мне кажется, что для этого огромное количество подтвердений, что действительно и престижи армии, и все такое, они сознательно занижались в советское время, особенно позднее советское время. Действительно, что для правящих кругов, для них было принципиально важно держать армию контролированной. А чтобы держать ее контролированной, ее держали дебилизированной. То есть, да, я думаю, что дебилизация армии это была сознательная стратегия. И в части поэтому действительно качественной сухопутной армии ее, ну, создать ее было невозможно. в рамках той модели, которая имелась. Это первый момент. Второй момент. Второй момент. Про коррупцию, понимаете, в чем проблема? Проблема с объяснениями, которые все объясняют, потому что они ничего не объясняют. Но, понимаете, это все равно как, это все равно, не знаю, как капитализм. То есть, типа, если, допустим, там, особенно прогрессивную прессу прочитать, там, все, что происходит от, типа, климатических изменений, до, там, типа, всего. Это все капитализм. И вот проблема в том, с таким объяснением, в том, что настолько универсально применимо ко всему, что, по факту, не объясняет ничего. То есть, в значительной степени коррупция – это некоторое такое buzzword, которое, ну, надо быть очень-очень аккуратным, как бы, что вообще имеется в виду. Ну, смотрите, тогда мы можем… Я сейчас продолжу, я раскрою последний пункт, но вот смотрите, я тоже приведу такой пример, которым, ну, многим может не понравиться. Вот смотрите, калибры по Украине взлетают. Они взлетают, отрывают от земли, летят и попадают в цель. Их много, их реально много. И калибров, Х-101, Искандеров и прочих, и прочих, и прочих. О чем это говорит? Это говорит о том, что, очевидно, российский веб-покал не настолько уж коррупирован, как это кажется. В том смысле, что там есть критическая масса людей, которые горят своей работой, которые, имея ресурсов, вкладывают их в дело, а не в яхты и так далее. И которые, вероятно, и есть реалии этого подтверждения из 90-х, настолько ассоциировали себя со своим делом, что скорее согласятся погибнуть, чем сделать свою работу плохо. Поэтому разбомбленные как раз украинские города это прямое свидетельство того, что значительная часть российского АПК, она вовсе такая, не такая окрумпированная, как это пытаются представить фарфакандисты. Ну, то есть, если бы реально, если бы реально военно-промышленный менеджмент был таким, каким его описывают некоторые блогеры, то никакой войны не могло бы случиться в принципе, или она продлилась бы очень недолго. То есть, вы хотите сказать, что прогрессивная пресса обвинит во всех бедах капитализм, а в СНГ, и это, кстати, касается почти всех стран, всем кажется, что теория коррупции объясняет именно все. То есть, это примерно такой же базворд, как капитализм. Правильно? Вот так? Да, действительно. То есть, в этом смысле дело не в том, что это неверно. Дело не в том, что это неверно. Дело в том, что у любой модели всегда есть границы применимости. И очень часто и капитализм, и коррупцию, все, что становится слишком популярным, ее вводят далеко-далеко за пределы этих самых границ применимости. Ну, приведу вот такой пример. В начале 90-х большая часть ВПК, она как-то летела в тартаровой, в том числе и за недостатком финансирования. Обычно, если у кого-то тогда появлялись деньги, то это из-за особых лоббистских возможностей. Например, один из заводов в Нижегородской области, сейчас не скажу, какой, это город Арзамас, он имел очень крутого покровителя, тогда Бориса Немцова, который в ту эпоху обладал гораздо большим весом, чем больше того губернатора в России. И он, еще будучи нижегородским губернатором, продавливал еще тогда у Гайдара кредит этому самому заводу, причем поставки в условиях тогда гиперинфляции по сути подаренные деньги, очень крупные. Что сделал тогда завод? Еще в начале 90-х они закупили тогда самое современное обрабатывающее центры из Швейцарии, закупили компьютер, закупили софт и начали переходить уже на NotCinC, то есть Computer Numerical Control. Это на самом деле очень хороший пример, потому что он показывает, что в данной ситуации шансов украсть было дофига. Шансов дофига. Но находилось достаточно значимое количество тех, кто полученные ресурсы вкладывал в дело, чтобы система в целом могла продолжать работать. Заметьте, я не сказал, и понятно, что сейчас можно накидать миллион примеров абсолютно коррумпированно военно-промышленного менеджмента, который все вклад в собственный карман, дофига можно кидать. Но при этом тех, кто поступал ровно наоборот, было достаточно много, чтобы спасти эту систему от полной деградации. И в 90-е годы, когда фактически контроль был очень слаб, можно найти полным-полно примеров предприятий, которые и лоббистским путем полученные средства, и за счет стратегической важности с точки зрения центра, и за счет экспортных заказов, вкладывали не в собственное потребление, не в потребление собственного руководства в первую очередь, а в переоборудование, в закупку новейших импортных технологий оборудования. И этого было не так уж мало. Вот эта теория, которая была, что армию и воруженные силы специально держат слабыми за политических причин. То есть в позднем Советском Союзе и сейчас. И получается тогда вот эти попытки Сердюкова усилить сухопутные войска Мулина, получается, кооперация с Западом и так далее, они эту лавочку закрыли из-за птичей причин, или это была просто какая-то стахастическая удача, возможно, что так не получилось. Как вы это рассматриваете? Я подозреваю, что тут критическую роль могло сыграть вот что. Это у меня нет доказательств, но я скорее предполагаю. вот Шойку, он отличный такой придворный политик. Он очень круто вкладывается и в собственный имидж, и очень много усилий, предсегда прилагал для того, чтобы выглядеть в самом привлекательном свете. Сердюков их никогда не прилагал, поэтому я сильно подозреваю, что возможно, когда его перли, то тут значительную роль сыграла просто его негативная репутация, а негативная репутация, она могла быть связана с тем, что он просто не играл в пиар в политику. То есть это был такой удачей, можно сказать, это не стратегия ослабления армии, то есть то, что Сердюков ушел, и то, что не получилось у них сделать боеспособную сухопутную армию. Это мое предположение, у меня нет доказательств. Давайте теперь немножко switch gears сделаем, поменяем тему как который мы говорили, но как бы все равно это взаимосвязано, это про экономику России. Вы писали в Твиттере пару тредов о том, почему Россия не может производить, и вы нам говорили о том, что экономика России это примерно как авокадо, то есть производство авокадо, это очень похоже на то, как работает современная экономика Российской Федерации. Можете ли нам рассказать, потому что наши слушатели, большинство из них интересуются экономикой, для них послушать вашу модель, описанную, мне кажется, было бы очень интересно. Ну, смотрите, модель, мне кажется, очень простая. Если представить экономику как такие вот концентрические круги, от самого простого к самому сложному, то в таких странах, как Россия, да и не только Россия, мне кажется, обнаружится вот что, что возникнет впечатление, что наиболее простые отрасли, которые труднее всего как это уничтожить немедленно, уничтожить очень быстро, они будут управляться или контролироваться группировками, которые ближе всего к телу власти. И наоборот. Наоборот. Мне кажется, это во многом связано с тем, что группы наиболее близких к телу власти, они наиболее мафиозные. Они наиболее мафиозные, и поэтому они берут под контроль те сферы, которые они не могут уничтожить слишком быстро. То есть, если, например, посмотреть на экономику России, то путинские выдвиженцы, они все-таки в первую очередь контролируют нефть, газ и, короче, все непосредственно связанное на, завязанное на добычу ресурсов, удобрения, там, жюралкалии. Олигархи 90-х. Это чаще металлургия. Потому что металлургия, потому что это менее мафиозная группа, и металлургия более сложна в менеджменте. Ну, а, наконец, если взять машиностроение, то окажется, что там есть ненулевое количество предпринимателей, производителей оборудования, которые вообще никакого голоса там в том, как управляется страна и все такое прочее, не имеют. Это этого кормила власть максимально удалит. То есть, о чем, мне кажется, это говорит? Что человеку с улицы, который в эти мафиозные группировки ходит, ему проще всего выжить как раз в тех отраслях, вернее, есть шанс выжить только в тех отраслях, которые не интересны правящим более мафиозным группировкам. Например, вот опять же в России некоторых производителей машиностроения независимых могут оставить машиностроителей, но там любые компании в сфере нефтедобычи, газодобычи, они будут пользоваться слишком пристальным государственным вниманием. И на самом деле это почему интересно? Это почему еще применил метафору авокадо? Потому что это на самом деле очень характерный, очень обычный паттерн, когда наиболее мафиозные группировки берут под свой контроль именно производство комморитис. Взять те же авокадо. что в Мексике значительная часть или может даже большинство производства авокадо, оно под картелями. Почему? Не потому, что на основе фермеров авокадо вдруг выросли картели, а потому что картель это вот такой организм, который хочет получить новые источники кэши доходов. Вопрос, какие он может получить источники кэши доходов? Проще всего именно комморитис. Типа, например, производства авокадо. Потому, что ему это относительно просто менеджить, не уничтожить эту отрасль в принципе, и она приносит достаточно экспортных доходов, чтобы он мог продолжать существовать. то есть, условно говоря, все, что не комморитис, им было бы, они слишком были бы сложны для того, чтобы им их менеджить. Ну, не знаю, там, вот, всякие там экспортные производства, там, в Монтере и прочее, которые непосредственно гонят в Штаты для американской промышленности, они, насколько я понимаю, в гораздо меньшей степени связаны с организованной преступностью, в том числе и потому, что им гораздо труднее менеджить. Посмотрите, идея какая, что у мафиозных группировок, картелей и так далее, когда был рэкет, была такая теория, что если у тебя какой-то, например, ресторан или кафе, это как бы тяжелый объект, его нужно менеджить, а если у тебя какой-то склад или база, то ее как бы рэкетеры с большей вероятностью отберут, потому что им как бы лень там взвешивать кофе или там подавать шашлык. И понятно, что чем примитивнее, тем легче. Но у вас была такая идея, что российская экономика, она имеет такую форму, но существует как бы политическая стратегия. Почему? И вы там описывали, вы сопротивоставляли условно производство, которое сложное, и вы говорили, что они такое производство делают беззубовым, потому что если завтра люди занимаются достаточно сложными вещами, начнут много зарабатывать, это поменяет политэкономию и вес этих предпринимателей в принятии решений. Абсолютно верно. Вы абсолютно правы, я действительно это имел в виду. Вот смотрите, очень часто можно встретить не только в России, вообще очень многих странах, такие постоянные стоны заплачки, почему там руководство не заботится об экономике, почему оно не хочет экономического роста, вопрос, а зачем ему хотеть экономического роста, зачем, какие вообще могут быть причины для руководства этого самого экономического роста желать. Вот смотрите, у нас есть там экономика, в ней разные отрасли, разные сектора, которые контролируются все-таки разными группировками, Если не группировками, то индивидами Если какой-то сектор вдруг начнет расти И правящая группировка не может установить за ним непосредственного контроля То ее вес, ее значение в этом обществе будет снижаться Мне кажется, это совершенно очевидно Знаете, даю пример Проще всего это потому, что такое экономическое пространство Как вот опять первичную аппроксимацию, такую метафору Можно сравнить с пространством физическим Даю такой пример 13 колоний, вот эти первичные США, которые образовались в конце 18 века Самой важной, самой значимой, самой населенной колонией была Вирджиния То есть это вот одна из 13 колоний Там жил 20% населения США на тот момент Там были богатейшие плантационные хозяйства Тогда, насколько я помню, табак еще в первую очередь И эти самые вирджинские плантаторы Это были самые богатые, самые влиятельные люди, которые только были в США Тот же самый Вашингтон, Томас Джейферсон и другие То есть их влияние в той стране, оно было определяющим А потом США начинают марш на запад США начинают марш на запад И в итоге оказывается, что эти самые вирджинские плантаторы Они, может быть, не обеднили, они, может быть, даже где-то и разбогатели Может быть, как это абсолютно Их потенциал, их значение даже увеличилось Но проблема в том, что общая территория, население, экономика страны Они выросли настолько в результате марша на запад Что теперь уже они как-то терялись на фоне новых элит То есть уже через сто лет К моменту гражданской войны Эти самые вирджинские плантаторы Они теперь были немножко карликами На фоне каких-нибудь магнатов Из Чикаго или Загайи и так далее То есть в этом смысле Даже физически Такой в пространстве марш на запад Он привел к совершенно новому балансу сил И старые элиты Старые элиты Но они в значительной степени пострадали Потому что теперь их голос терялся И мне кажется, что в значительной степени Как раз желание сцессии Желание выйти из состава США Оно было связано именно с этим Вот То есть даже физическая экспансия Она на самом деле может быть часто для старых элит Если они не могут взять ее под свой непосредственный контроль То есть смотрите Вот в России до войны развивался Так называемый сектор информационных технологий Была наука-математика Относительно хорошая Как бы в российском масштабе Относительно других наук, я имею в виду И из-за этого был какой-то сектор технологий Который не контролировался В общем-то Орг-преступностью Или криминалитетом Или олигархом И так далее И всегда была дискуссия о том Что надо его развивать Надо его увеличивать И ваша теория говорит о том Старым элитам Как бы Вот рост этого технологического сектора Был политически невыгоден И то, что случилось То, что его более-менее уничтожили Это рациональность с их точки зрения То есть это делали deliberately То есть они делали это сознательно Мы можем так думать про это? Сознательно или несознательно Другой вопрос Но мне кажется, что проблему он, несомненно, создает Причем, наверное, более яркий пример Это, конечно, не Россия, а Беларусь Где рост этого самого центра Старались стимулировать Пока это не создало проблемы для власти Знаете, вот Есть такая отличная книга Джан Карла Казали Османская эпоха открытий И мне очень понравился Эпиграф к этой книге Это Османская поэма 16 века Совет султану И там были такие строки Правильно ли это Что турецкий деревенщина Займется торговлей Отправиться в Индию Там из небольшого капитала Он составит Очень большой После чего непомерно возгордится О чем здесь идет речь? Что в 16 веке Турецкий флот Турецкие купцы Они очень сильно проникают В Индийский океан И Ненулевое количество Коммерсантов Они Очень быстрые Там практически из нуля Там сколачивают состояние И Вот этот самый поэт Он Рассматривает это Не как приобретение А скорее как проблему Для центральной власти То есть какие-то ноунеймы Там турецкие деревенщины Они сейчас из ноунеймов Станут Там магнатами И чрезмерно возгордятся И делать что будем То есть то Что какой-нибудь экономист Там мог бы воспринять Исключительно положительно Именно как рост А этом оценивается Скорее как отрицательно Потому что этот рост Он приводит К новому балансу сил А новый баланс сил Он опасен для старых лид Не стоит ли это Прикрутить вообще? То есть Теория Вы же изучали Китай Там была Я ходил в музей В Сингапуре И там был музей Мореходства Китая И там был корабль Жэньхэ Человек который В общем-то Открывал моря Для Китая И И там идея была такая Что политическим элитам Мне понравилось Что вот эти торговцы Из Китая Выходят И они полностью прекратили Мореходство Примерно такая же идея Да здесь Мне кажется Это очень хороший пример Действительно Мне кажется Что такая последовательная На протяжении сотен лет Стратегия закрытия страны Она могла быть Вполне сознательной Более того На самом деле Не нулевое было Количество случаев Когда Тех Кто потом Как бы станет Европейскими колонизаторами В страну Но если не приглашали То стимулировали Их Экспансию Как раз Местные элиты Почему? Потому что Если Вывозят Ну то есть Занимаются торговлей Внешней Какие-то там Иностранцы Там португальцы Голландцы Англичане То это на самом деле Бонус Это фича А не баг Потому что Если какие-то местные Торговцы Этим будут заниматься То опять Это новый баланс сил И это опасно А если Это какие-то Иностранные То Их Заработки Как им казалось Они не будут Инвестированы В политическую борьбу Дома То есть Это примерно Туркам нельзя было Торговать в Истамбуле И грекам А другим Можно было Примерно такая же Идея Получается Здесь тоже Возможно То есть Действительно Где-то Может быть Наоборот Лучше Чтобы обогащались Иностранцы Которые Как кажется Не вложат Свои заработки В политическую борьбу У тебя Понятно Понятно Да Спасибо за это Как бы За это Потому что Она Она очень Нетривиальная И кажется Что когда Страны Сознательно Год за годом Не хотят Увеличивать Инвестиционный климат Или Работать Над институтами Которые Могут Улучшить Качество Инвестиционного климата Больше Защищать Частную собственность И так далее И тому подобное Обыватели Кажут Они Этого Сделать Могут Но Возможно Они этого Сделать Не хотят По Политического Баланса И В этом Контексте У вас Такая была Мысль Что Большинство Сравнений Человеческих Они Не абсолютные Как вы Отписали Социометрические Что Люди Если мы Сейчас Редуцируем Элиты Олигархов К человеку То Они Намного Более Чувствительны К Относительному Балансу Сил Чем К Обсуму Конечно И Более Того Абсолютно Нормально Держать Город Страну Регион В нищете Для Того Чтобы Сохранять Контроль Потому Что Если Даже Не только Произойдет Экономический Рост А начнут Формироваться Другие Крупные Стояния Независимые То есть Независимые Деньги Это представляет Слишком Большую Угрозу И в этом Контексте Хрупкость Российской Экономики Которую Вы писали Что Есть Боттлнеки То есть Есть Очень хрупкие Точки В логистике Тех же Самых Углеводородов И так далее И тому подобное Это Получается Фича А не Баг Российский Я Думаю Что В Значительной Степени Да В значительной Степени Да Потому Что Это Позволяет В Большей Степени Сохранять Контроль Знаете Вот Соминается История Как Неселерода Министр Николая Первого Он был Против Экспансии В Этихи Океан Экспансии В Амур Почему Он говорил Потому Что Сибирь Это Для нас Такой Огромный Мешок Куда Мы Сбрасываем Недовольных А Если Мы Выйдем На Тихий Океан То У этого Мешка Появится Дыра Ну Как И продолжая То есть Он Беспокоился О том Что Недовольные Убегут Но Естественно Что Это Как Б Потенциальный Ну Потенциал В том числе И к Сепаратизму В том числе И к Какой-то Местной Независимости Самостоятельности И он Был прав В всех Смыслах Потому Что Действительно Когда Вышли На Амур То Стали Убегать Недовольные Например Бакунин Что Раньше Было Сделать Очень Трудно А Кроме Того Действительно Самостоятельные Коммерческие Контакты Они Стали Наверное Приводить И к Наличию И к Местной Особости И к Местной Гордости И к Какой-то Несколько Иной И политической Культуре То есть Мне кажется Что В значительной Степени Дальний Восток Так Отличается От Большинства Российских Регионов В том Числе Потому Что Он И Прямой Независимый Центр Выход На Миров Океан Говоря о Дамнем Востоке Я Часто Заметил Что Просадивается Такая Мысль В разных Форумах Чатах Блогах И так Далее Что Это Есть Хрупкая Часть Будущего России Что Возможно В будущем Дальний Восток Как-то Может Договориться С Китаем И быть Независимым От центра Может быть Формально Может быть Неформально Как вы думаете Как это Может Сложиться В будущем То есть Давайте Часто Говорим О будущем Хрупкое место Да Договориться С Китаем Скорее Все Нет В том Числе И потому Смотрите Два Момента Первый Это Настолько Не понравится США Что Они Примут Любые Действия Чтобы Этого Не Произошло Вообще Значительная Часть Таких Сомнений В США По поводу Потенциального Распада СССР Они связаны В смысле Россия Они связаны Ну да Такая Оговорка По Фрейду Они связаны С тем Чтобы Чрезмерно Не усилить Китай Поэтому Любой Сценарий В котором Слишком Усиливается Китай Он Скорее Все Будет Сблокирован Поэтому Любым Кто Думает Про Какие-то Альтернативные Сценарии Для Сибири И так далее Мне кажется Надо В очень Значительной Степени Подумать Над тем Чтобы Придумать Такой Сценарий Который Не пугал Американцев Чрезмерным Усилением Китая Это Первый Момент Второй Момент Это Когда Мы Смотрим На Какую-то Судьбу Сибири Дальнего Востока И так далее Надо Еще Подумать О том А какие Дисторшенс Сейчас Вносит Кремлевская Власть То есть Есть Некоторые Естественный Баланс Вещей А есть Некоторые Искажения Которые Вносит Кремль Мне кажется Эти искажения Они не связаны С тем Что Кремль Как-то Притормаживает Как-то Интеграцию С Китаем Скорее По тому Что я вижу Кремль Кремль Хотел Ее гораздо Больше Чем Ее хочет Китай То есть Китай Не настолько Готово Все это Вкладывается Инвестировать Как Кремль Зовет Дисторшен Это Нарочито Ужасные Отношения С Японией И Определенное Насколько Я могу судить Выдавление Японцев То есть Теоретически Теоретически Если Дальний Восток Или Сибирь Становятся Независимыми Скорее Следует Дать Усиление Японского Участия Японского Вовлечения Чем китайского Потому что Как раз Низкий уровень Японского Вовлечения Это Дисторшен Вносимой Москвы Мне кажется Что Япония Уже На закате Своего Развития Демография Уже Говорит о том Что В следующие 30 лет Население Уменьшится В Такой Степени Что Экономический Размер Страны Будет Уменьшаться И поэтому Это скорее Разговор о прошлом Чем о будущем Нет Мне не кажется Мне не кажется Во-первых Тут такой момент Разговоры Об экономике Они Тут очень легко Попасть В ошибку Таких Агрегированных Величин Такой вот Ошибка Агрегированных Величин Она проявляется Например В двух вещах Первая вещь Очень легко Утонуть В реке Средней глубиной Три фута Это вполне возможно Все понятно То есть Агрегированные вещи Агрегированные Величины Они часто Не берут Ущерб В рассмотрении Узких мест И узкое место У России И у любых Государств Которые могут Организоваться На ее разваленных Это в значительной Степени Технологическая Промышленная база И вот тут Вступает в дело Еще один принцип 100 дилижансов Не составит Одного локомотива Это очень На самом деле Важная мысль Я ее даже подчеркнул Понимаете Вот Когда мы складываем 100 дилижансов Теоретически Они могут Стоить Как один Локомотив Но они Не составляют Одного Локомотива И если Ты можешь Построить 100 дилижансов Это вообще Абсолютно Не значит Что ты можешь Построить Локомотив Поэтому Агрегированные Величины Они могут Быть Очень Мислилины И в части Технологической Базы Много Где Насколько Я могу Судить Китай Уперся В потолок Который Он Не может Прошибить В том числе Из-за Своей Культуры Технологической Культуры Например Ну вот Какой пример Вам привести Вот смотрите Мы говорим Про рост Китая Рост Китая Рост Китая Это все Очень здорово А есть ли Например Какие-то Отрасли Куда он Реально Пытался Идти Куда Вбухивал Много Денег Много Средств С нулевым Результатом Да Это Например Авиастроение Понятно Что Авиастроение Очень сложное И много Кто Туда Пытался Нулевым Результатом Та же Индонезия Но Например Вот У Бразилии Результаты Не нулевые Да То есть Бразилия Например Вложила Гораздо Меньше Средств Пусть Да С государственным Участием Таким Но Бразилия Вложила Гораздо Меньше Средств Потратила Меньше Ресурсов А результаты Гораздо Более Осязаемы Как так Получается И Наверное Наверное По крайней мере Часть Отгадки Она Вот в чем Что Вот как раз В этом Принципе 100 дилежанцев Не составит Одного локомотива Даже если Они стоят Столько Потому что Речь В значительной Степени Она Про Сложность Обработки Материалов То есть Например Практически Все Что мы Видим Вокруг Себя Практически Все Что мы Видим Вокруг Себя Это Может быть Сделано На трехосевых Станках Практически Все потребительские Товары Там Есть Некоторые Некоторые Вещи Которые Там Требуют Могут Трехосевых Например Двигатели Там Некоторые Детали Двигателя Но Дело в том Что Вот эти Как раз Металлообрабатывающие Станки Металлорежущие Уже Там Увеличение Это Увеличение Сложности Не в разы А на порядке А Уже Например Авиапром Вот Все Что Связано С Авиацией Оно Требует Достаточно Большого Количества Уже Пятевых Севых И даже Выше Станков То есть Это Гораздо Более Сложные Компоненты Которые Предъявляют Гораздо Больше Требов К Точности Там И Геометрическая Форма Более Сложная И Более Высокие Требов Требов Точности Чем Почти Для Всего Остального И Видимо Здесь Китай Упирается В потолок А почему Он упирается В потолок Ну Например Вот По какой Причине Теоретически Теоретически Современное Оборудование С ЧПУ Оно Ты Ввел Программу И оно Тебе Делает Компоненты Делается Стабильно И Теоретически Это Должно В теории Работать Так Что Вот Там Инженеры Сделали Дизайн Рабочие Там И Уводят Им Выдают Детальку И Как бы Все Отлично Но Это В теории А На Практике Давайте Вот Для Простоты Для Простоты Примем Такое Допущение Которое Совершенно Необязательно Реалистично Что Ее Честно Измерили И правильно И честно Отпортовали Какая она Подходит Или не Подходит Это Кстати Совершенно Не на чем Не основан Этого Может и Не быть Замечательно Она Не подходит Не подходит Она То есть Она Не подходит Под задные Требования Под задную Точность И Вот Тут Например В Американском Машиностроении В китайском Там Огромная Разница В Американском При производстве Точных деталей Такое Они там Присутствуют На месте Чтобы решать Такую Бытовую Задачу Постоянную Рабочую Что По каким-то Причинам Там Детали Не соответствуют Задным Требованиям И Если Не Соответствуют То Почему Там Может быть Материалы Какие-то Не те Может быть Это Тот Дизайн Который Они Задали Можно Сделать Но Не на том Оборудовании Какое Имеется Или Может быть С оборудованием Что-то Не то Ну И так Далее А Может быть Дизайн Надо Поменять И Как раз Инженеры Которые Дизайн Они Вообще Дом Активно Участвуют Насколько Я знаю На китайском Такого Не бывает Практически Никогда То есть Дистанция Настолько Огромная Они Туда Не пойдут Они Просто Не пойдут То есть Дистанция Такая Огромная В том Челе Социальная И По Иерархии Между Инженерами И Операторами Что Вот Как бы У нас План Есть А дальше Как хотите Так и Воплощаете И Прикол В том Что Практически Для всех Например Продуктов Потребления Это Работает Это Работает Потому Что Они Не Настолько Сложные И Там Не Такие Высокие Требования К точности Но В некоторых Сферах Например Авиапром А кроме Того Даже Двигатели Уже Даже Уже Двигатели Не Для Авиапрома Но Особенно Aerospace Там Видимо Упирается В потолок Заданный Культурой Потому Что Для того Чтобы Стабильно Производить Детали Очень Сложные И С Очень Высокой Точностью Там Нужно Постоянное Участие В том числе Инженер В процессе Которого Насколько Я могу Судить В Китае Нет А в Японии Например Есть То есть Это А вам Не кажется Что культура Это Как бы Даунстрим От Бытия Или Нет Может Быть Но Опять Это По Демографическим Причинам По Демографическим Причинам Это Может Измениться Только С Приходом Нового Поколения Но Пока Не видно Вообще Никаких Причин Чтобы Это Новое Поколение Было Каким-то Другим Поэтому Тут Понимаете Вот Я Неспроста Так Говорил Про Реку В которой Можно Утонуть Пусть и Средняя Глубина Три фута Вот Говорим Про Экономику Про Экономический Аутпут Но Совершенно Ошибочно Считать Что С стратегической Точки Зрения Там Разные Сферы Этого Самого Аутпут Они Одинаковые По значению Абсолютно Нет Абсолютно Нет И Например Если Средоточиться На такой Узкой Как Производство Промышленного Оборудования Еще Большей Степени Если Средоточиться Не на Производство Промышленного Оборудования В целом А на Производство Вот Хай-энд То Китая Там Практически Нет Китая Там Практически Нет А Крупнейшие Это Ну Однозначно Это Уже потом Там Италия Тайвань Вот Все Такие Они Как бы Позади А Крупнейшие Однозначно Лидеры В мире Вообще Там Без Это Германия Япония Никто Другой Даже Близко Не Подбирается Поэтому Например Для И для России И для Любых Государств Которые Могут Возникнуть На Ее Развалинах Какие-то Рабочие Отношения Либо С Германией Либо С Японией Они Играют Ключевое Значение Понятно То есть Возвращаясь К теме Что такое Россия Многие Исследователи В том числе И вы Я заметил Вы говорите О том Что Россия Очень Латиноамериканская Страна Что люди В Латинской Америке В Бразилии В Аргентине Намного Легче Понимают Что такое Современная Россия Чем люди Скажем В Европе Или на Западе Я это слышал Как бы Очень много Раз За последние 10 лет А можете Нам рассказать Почему вы Именно так Думаете Или Если я правильно Интерпретирую То что вы Пишете Правильно Правильно Ну вот как Сказать Во-первых Россия Латинская Америка Они формировались Примерно В одно и то же Время Ну территориально То есть На самом деле Россию Принято Изображать Как старую Страну Вообще Это на большей Части территории Это очень Новая страна Потому что На самом деле Она была создана В первую очередь Котком Славянской Колонизации Ну сравнительно Недавно Как раз Примерно В эпоху Великой Географии Открытий Причем Создавалась Она Скорее Во многом Как Америка Южная А не как Северная Ну вот такой Пример Если я правильно Помню Вот крупнейший Там один из Крупнейших Штатов Бразилии Это Минажерайз Он там По площади Может быть Второй Или по населению Не помню Уже Там по экономике Третий А что Минажерайз Значит Генеральные Рудники То есть Вы уже чувствуете Вот аромат Как и не Рос Росгос Росгос Рудник И Действительно Паттерны Российской Колонизации Как она Проходила Как Сдавалась Россия Они Очень мало Общего имеют С колонизацией Там Английской Или Голландской И очень много Сибирийской Причем Сказал Что в первую Часть С португальской То есть Российская Империя Колониальная Она Была Совершенно Не похожа На Империю Британскую Но очень Похожа На империю Португальскую Очень Похожа Причем Не только В Как раз Политических Или в экономических Распектах Но в том числе Идеологических То есть Для меня Например Российское Евразийство Это просто Однозначная Вот как бы Реплика Такая рифма С Португальским Лузоторпикализмом Потому что У португальцев Была такая Теория Что Вот всякие Эти там Мозамбики Анголы Это абсолютно Там органичная Часть Португалии И На самом деле Там очень много Общего И там ничего Общего С другими Европейскими Колониальной Империями А вот именно Такая органическая Часть Ну и для меня Это просто Однозначная Рифма С этим Разистом То есть Даже Идеологическое Обоснование Оно Примерно Одно и то же Получается Что Россия В какой-то степени Из нашей Теории Можно сказать Что Это примерно Как Португалия И Бразилия Где Бразилия Это примерно Сибирь А Португалия Это примерно Москва Вот примерно Так вы думаете Об этом Очень 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 Хороший Пример Очень Хороший И действительно Если посмотреть На то Как формировалась Территория Бразилии Исторически То очень Похоже Как раз Все эти Казацкие Экспедиции На Бандейратские То есть Действительно По-моему Реплика Замечательная Тогда Давайте Ответим Такой вопрос Что такое Москва Потому что Опять же Вы писали О том Что Москва Это место Где Экономически Или Логистически Не имеет Смысла Имеет Такой Большой Город И Относительно Других Городов Она Не Возле Моря Объясните Что такое Москва По-вашему Чтобы Наши Слушатели Были Тоже В контексте Этого Треда Замечательно Смотрите Действительно Москва С Географической Точкой Звезды Это Интересный Пример Это Такая Очень Большая Аномалия Очень Большая Аномалия Почему Если Мы Посмотрим На Большинство Крупнейших Городских Агломераций Мира То Увидим Что Большинство Из них Они Либо На побережье Либо Очень Недалеко От моря В зоне 50 Километров От моря Те Которые Расположены Не На Побережье Те Расположены На Судоходной Реке Которая К этому Самому Побережью Ведет Исключений На самом Деле Очень Мало То есть Отчасти Исключением Таким Можно считать Мехико Но оно Все-таки Поближе К побережью Однозначно Исключением Богата Колумбийская Столица Там Очень Крупный Мегаполис Который Достаточно Удален От моря Но В целом Большинство В этот паттерн Все-таки Укладываются Ну Не знаю Там еще Дейли Можно считать Исключением Которое Конечно На Там Нет Но Река Как раз Ганг Не судоходная Поэтому Ну Кстати Чем некоторые Объясняют И бедность Этого региона То есть Очень Плодородная Регион Не судоходная Река Не имеющая Доступ К океану А Москва Она В этом Смысле Исключения То есть Она Расположена Очень далеко От побережья Это первый момент И Опять же Исторически Расположена По сути Бассейн Волги Это Москва Река Волга Которая Ведет В Каспийское Море Не имеющая Доступ Миром Океан Это Могло Быть Изменено Опять же Государственной Политикой Но на данный Момент Водная Инфраструктура Несколько Заброшена В России Второй Момент Это то Что Она Не в Зоне В Несельскохозяйственной Зоне То есть Зоне Которая Принципиально Не может Себеспечить Продовольствие Ну и Третий Наконец Что Очень далеко От севера Очень далеко На севере То есть Уникально Далеко На севере Для таких Мегаполисов В итоге Мы имеем Очень северный Город Который Поэтому Сложно И дорого Обслуживать В Неплодородной Не производящей Продовольствия В каких-нибудь Серьезных Масштабах Области Еще Сложнее Еще дороже Обслуживать И Наконец Удаленный Слишком Сильно От океана И В итоге Это Агломерация Это Мегаполис Уникальный Дорогой В мире В обслуживании Который Не имеет Никаких Значимых Серьезных Competitive Не Проистекающих Из Того Что Это То Что Называл Вибер Ферстенштадт То есть Княжеский Город Уреши Вокруг Княжеского Двора И Доступ Княжескому Двору Это Его Который Только Имеется И В этой Связи В этой Связи Я думаю Что В длинной Перспективе Угрозы Этому Самому Ферстенштадту Это Ну Дальний Восток Мы уже Обсудили Но При этом Я не думаю Что Дальний Восток Вайбл Сам по себе Мне кажется Что Гораздо Более Жизнеспособна Единая Сибирь Причем С Уралом То есть Одна Такая Точка Напряжения Это Дальний Восток А Другая Точка Напряжения Это Питер Вообще Как раз Оппозиция Такая Москва Питер Она Для меня Чем-то Рифмуется С такой Оппозиции Пекин Северная столица Нанкин Южная столица И Нанкин Очень интересный город Он был Какое-то время Имперской столицей В культурном плане Это такой Оазис Мандарина Посреди Вот Южан То есть Это такой Остров Бэйфау Остров Северного Китая Южного Китая Который Имеет Имперскую историю Имперскую традицию Северный По культуре Пусть и находясь На юге И Возможно Возможно По крайней мере В Нанкине Состранена Такая точка зрения Что именно Поэтому Развитие Нанкина Придерживают Что инвестиционные Проекты Его обходят Ему там Не дают Привилегий В итоге Нанкин Он существенно Беднее Чем всякие Города Его же Собственные Провинции Ему Подчиненные Именно Потому Что он Разделяет Одну Имперскую Традицию С Пекином Он становится В некоторой Степени Естественным Соперником И его Немножко Так притушат Чтобы он Не запевал Пекин Именно потому Что слишком Похожий Слишком В этой Самой Имперской Традиции Мне кажется Что по Эти Причине В России Несколько Несколько Попридерживают Развитие Санкт-Петербурга И это Вторая Такая Потенциальная Точка Напряжения А третья Точка Напряжения О которой Наверное Мало Пока говорят Это Как раз Такая Большая Причинноморская Агломерация Краснодар Краснодар Ростов Потому что Краснодар В первую очередь Конечно Потому что Если посмотреть На демографические Тренды На внутреннюю Миграцию То в России Как бы Три основных Магнита Для внутренних Мигрантов Это понятно Москва Питер Но с Москвой Питером Понятно Москва Фокусный Штат Питер Отчасти Есть некоторый Элемент Фокусный Штат Это Крупный Порт Близкий К морю У него Есть естественное Преимущество То Краснодар Тут элемента Вот этого Самого Близости К центрам Власти Элементов Такого Города Выстроенного Вокруг Княжеского Двора По сути Нет Совсем Это Чистое Такое Естественное Преимущество И очень Сильное И Я думаю Что Рост Демографический Этой Гломерации Очень Сильно Сдерживался В Российской Империи Затрудненности Внутренней Миграции И Уже После Этого Советская Тем же Самым Примерно А сейчас Естественным Путем Значительная Часть Населения Внутренней России Будет Туда Переезжать Когда я говорю Естественным Это конечно Не совсем Естественное Значительная Часть В значительной Степени Еще почему Туда Переезжают Потому что Центр Настолько Обирает Те же самые Сибирские Северные Регионы Что там Слишком Мало Этономить Жить Но Факт В том Что Компетит Тебе Девантовича Краснодар Ростова На нем Совершенно Естественное И В перспективе Там Десятилетия Двух Трех Я вижу Возможность Того Что регион Станет Настолько Крупный Что Уже Где-то Просто В силу Толщины Будет Оспаривать Решение Центра То есть Сейчас Там Свокупный Тотенциал Краснодар Там Гораздо Меньше Чем Москвы Но Так Ли Это Будет Лет Через 20-30 Хороший Вопрос Окей То есть Получается Если Суммализировать Вот эту Дискуссию Что По Вашей Модели В Москве Как бы Градообразующим Предприятием Является Политическая Столица Абсолютно Градообразующее Предприятие В Москве Это Кремль Ну То есть Я не знаю Может кто-то говорил Может это цитата Но мне просто Казалось Хорошо Можно резюмировать Говоря о Кремле Как бы Миф Или Сила Кремля Заключается В каком именно Мифе Или Как вы В меме То есть Вы Говорили о том Что война В Украине Это в том числе Мемов Это война Путина И Пушкина Да Против Шевченко Да В каком-то смысле Этого слова Вот Да Можете про это Немножко рассказать И Какой Мем Или миф Который Делает так Что Москва Это В Москве Городообразующим Предприятием До сих пор Является Кремль И как бы Никто не Открывает Вот эту Данность Как Как Вещь Как сказать Всем кажется Как природное Явление Но это на самом деле Просто обычный миф И мне хочется узнать На чем этот миф Здесь Не Ну смотрите Во-первых Во-первых То что В Москве Городообразующим Предприятием Является Кремль Это ситуация Не настолько У них уникальная Вот если так Метафорически Говорить Что в Москве Городообразующее Предприятие Это Кремль То в Америке Там В Вашингтоне Городообразующее Предприятие Это там Белый дом И это будет не так Далеко от реальности А тут скорее Речь должна Ити не о том Что вот сам феномен Там княжеского Городного Штата Он так уж уникальный А скорее О месте Непропорциональном Которую этот Фокусный штат Занимает в России Ну смотрите В Такой Очень типичный Вашингтонский разговор Вот там Католическая церковь И там Разговаривает С какой-то прихожанкой Там священник Уже там Неважно Да этот вообще Там взорвался Он там На эту должность Подался А у него там General schedule Такого-то ранга А вот на эту должность Нужна там Менимум только такого Гораздо выше Он там совсем С ума сошел О чем речь Вот в Вашингтоне Есть своя табель о рангах Для федеральных служащих General schedule И это очень важно Твой ранг И определяется На какие должности Ты можешь претендовать И определяется Как вырастить Так вырастить эту самую General schedule Это пример Это там Повседневных разговоров Предмет В том числе и в церкви Все сразу понимают О чем речь То есть Вашингтон Чиновничий город Где это самое Федеральное чиновничество Живет В соответствии Ну с довольно жесткой Такой табелью о рангах Ну и здесь Какой-то вот Условную Параллель Там с Петровской Провести можно Отличие Америки От России Допустим Оно не в том Что это Чиновничество Реальности Там стабель В рангах нет А в том Что в США Это только Маленький-маленький Элемент общей картины Вот 100 километров Отъедешь Никто даже не слышал Про эту general schedule Не поймет И может даже Очень удивиться Что она вообще есть То есть Если в Мэриленд Поедете В колледж парк И уже там Может быть Не особо Кому это интересно Кроме там Бывают же люди Которые в федеральном Правительстве работают Да Абсолютно Согласен То есть Скорее Речь о том Что Россия Общество Просто По сути Как бы Целяльная иерархия И все такое Вот примерно Это табель В общем и целом И все А в Америке Это только Маленький элемент Общей картины Маленький элемент Общей картины То есть Америка Государство Общество Гораздо более сложное А Россия Гораздо более Простое А сложность Этносубстанционально Сложность Является Добром Сама по себе Можно ли мне Вот так сказать Про Вашингтон И Я хочу Послушать Как вы думаете Когда мы Редуцируем Вашингтон К федеральному Правительству Мы как бы Пропускаем Очень большой Элемент Того Что В Вашингтоне Есть конгресс Который делит Деньги И Скажем Для Людей Продъезжая туда Из регионов И делят деньги Вашингтон Это место Такое Как сказать Им не нравится Что Вашингтон Станутся Городообразующим Предприятием Да Если вы Особенно От центра Если правую Точку зрения Почитаете То Для них Как раз То О чем вы говорите Чиновящий класс Является Больше Лиабилити Чем То Чем можно гордиться И каждый раз Там есть разговор О дип стейт И так далее И так подобное А в России Как бы Абсолютно верно Я абсолютно согласен Абсолютно согласен И Конечно В Вашингтоне Очень чувствуется Такое Напряжение Между чиновничеством И Конгрессом То есть Типа Ну там Чиновники В этот бар Не ходи Туда ходят люди С Хилл В смысле С Капитолийского холма То есть Всякий там Аппарат Конгресса И конечно Напряжение есть И напряжение Оно отчасти Ну там Связанное с разным Модусом С разным способом жить Типа Вот чиновники Ну вот По моим ощущениям Ну вот Знать чиновники Ну как бы Есть чиновники Там Опять же Табель о рангах Там иерархия Там Ну относительно Объективные Прозрачные Критерии Продвижения А например Уже аппарат Конгресса Там может быть Гораздо интереснее Там Те же сенаторы Они набирают себе Секретари Кого хотят Ну полный Это arbitrary Вот кого захотел Того и набрал И мне на самом деле Это нравится Потому что Это вносит Как бы В жизнь Такое Health Randomness А я за это Всегда Горой И Там Тоже Модус Вивенди Немножко Другой Типа Чиновники Задолбанные 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 А Там Среди Секретарей Конгресса Могут быть Разные люди Типа Там Кто-то там Рыбачить ездит Кто-то художественную книгу пишет Там Роман То есть Это вот немножко Я не говорю Что все такие Но Есть Некоторые Романы На моем наблюдении Вот немножко Про таких там Человеков Скорее Девятнадцатый Джентльменским Образом жизни И понятно Что Друг друга За людей Немножко Не считают А если Брать Именно Аспект Который Вы привели Такой Географический Проконгресс Который Распределяет Деньги Это абсолютно Верно Действительно Там Не только Есть напряжение Наверное Есть непонимание Что Те Кто приезжает В Вашингтон Они не знают Наверное Зачем Вашингтон Существует А Те Кто сидят В Вашингтоне Они не понимают Зачем Тебе приезжают И там Наши Офигенные Планы Один Другого Офигение Отвергают Разоран Но Наверное Тот момент Что Upper hand Тут все-таки У Конгресса И это Чиновники Агенты Конгресса А не наоборот Он Наверное Говорит о том Что Такое Политическое Пространственное Понимание В США Отличается От российского Потому что В России Вот есть там Москва А есть провинция И провинция Это нечто Такое Бессмысленно Мычащее Это инструмент Интервенции Объект интервенции Вмешательства Там Дисциплинирование Стороны центра Вот Как бы В Москве Там люди живут А за МКАДом Жизни нет Ну или колхозы Которых надо Учить разум А в Америке Это получается Иначе Там не просто Колхозники Приезжают Учить Уму-разуму Столичную бюрократию А еще В стилу Как раз Electoral college Особенно Это видно В Сенате Вот как раз У отдаленных Колхозов Голос Непропорционально Велик Непропорционально Велик И вот Например Как раз История С сенатором Манчином Она мне кажется Очень показательна Да-да-да Вот приехал Как бы Такой Ну понятно Такой Хиллбилли Из западной Вирджинии И сорвал Вот как раз Все планы Федеральной бюрократии Один лучше другого То есть Мне кажется Что это Очень показательный Такой пример Который Который Показывает Насколько Такая вот Плетничная География США И такая Космология Сильно Отличается От России В России По сути Есть голос Ну на данный момент Только у Москвы Совсем Мало у Питера У остальных Совсем нет Хотя Как я уже сказал Возможно Незримо Незримо Просто Это пока не видно Но усиливается Голос Краснодара Это будет видно Потом А в США Устроено И вот эти Тридцатолиции Они как-то будут Вступать в какие-то Взаимоотношения Определять будущее А в США Оно Совсем иначе Там как раз Провинции Прежде всего Отдаленные колхозы Диктуют Как жить И вот этих Сенаторов Колхозников Страшно Ненавидит бюрократия До чего Она их ненавидит Да Я вот К этому Ввел Что Миф России Получается в том Что Москва Это особенное место С особенными правами Да У них Не разные паспорта Но Как бы Почти Как будто Граждане разных стран Да Вот Я не понимаю Почему этот миф Он как бы До сих пор Живой Почему Почему Нету Каких-то Сил Которые Центробежные В обратную сторону Сейчас не про войну Вот даже до войны Это было Так И остается Таким же Хороший вопрос Знаете Мне кажется Что Ну Во-первых Центр Прилагает Для этого Достаточно Большие усилия Достаточно Большие усилия С одной стороны По выкашиванию Иногда Физически Всего Что может Поднять голову Где-то там Провинции А с другой стороны Это еще Некоторые Вот такие Меры Типа Знаете Вот такой Уравниловки Когда в России Гигантская Гигантская Разница В производительности Сколько там Разные регионы Производят Но при этом Разрыв В зарплатах Он минимальный Я думаю Что это Достаточно Сознательная Такая политика Потому что С одной стороны Это легко Обосновать Такими вот Левыми Социал-демократическими Соображениями Которые Достаточно Хорошо Звучат А с другой Стороны Это Убирает В сознании Людей Всякую Связку Между тем Как они Производят И как Они потребляют То есть Это Мне кажется Достаточно Сознательная Мера Чтобы Не вырабатывать У людей Ответственности За свою жизнь За свой город За свой регион То есть Мне кажется Это Агенси Да Я не знаю Как на русский Это слово перевести Вот есть такое слово Агенси Как бы вы его перевели Ну Субъектность Он не идеальный Но давайте Пусть да Ответственность За свою жизнь То есть Люди Действительно Прививают Ну смотрите Как бы Хорошо поработаешь Центр снимет жиру И там увезет к себе Лишний жирок Там совсем плохо Поработаешь Центр Там подкинет тебе жирку Чтобы ты там Совсем не подох И когда Оно устроено Таким образом То Ну Это оказывается Очень сильно Развращающий эффект Очень сильный Это можно считать Продолжением Такого феодального Строя Где Это не Как бы Не княжеский дом А вся страна Примерно Примерно Как Средневековый замок Работает То есть Средневековье было Принято считать Что чем ближе К телу Словного монарха Тем более успешен Дворянин Тем более успешен Генерал Тем более успешен Предприниматель И понятно Чем ближе К столице Находится Город Какой-нибудь Средневековой Франции Тем более успешен Он будет богаче И так далее И в России Это просто Вот это Как бы Дефолтность Она сохранилась А в мире Она изменилась Или нет Ну я бы сказал Что европейская Средневековье Она все-таки Другое И в Западной Европе Там помимо Да Королевская власть Была Да Феодалы были Но помимо них Был, например Вольный город То есть Очень важный Элемент Который как-то Выпадает Из почти всех Дискуссий А Как раз В России Этой традиции Если она и была То очень хорошо Выкорчевывалась Просто очень хорошо А Там В Западной Европе Там до сих пор Как бы Элементы живее Всех живых И Допустим В Больших Нидерландах Там Чаще бывает Привязанность Городу к провинции Чем к чему-то Там больше Я бы сказал так А что касается России И феодализма Я думаю Что это не совсем Феодальная реальность Это скорее Знаете Вот такая Плантаторская реальность То есть Плантация Это мне кажется Гораздо более Хорошее Сравнение Гораздо более Хорошее Ну типа Вот вернусь Опять же К Бразилии Там же Когда Португальцы Приехали Они стали Основывать Аплантации Сахарные Аплантации Какие назывались Я могу сейчас Неправильно Сказать Я никогда не слышу Как это произносится Типа Анжению Или как-то так То есть Энжин Двигатель Потому что Там помимо тростника Там был еще маленький Заводик Чтобы его перерабатывать Тут же на месте В сахар И Плант Это завод Допустим В Америке Слово Плант Это завод Мне кажется Это из Абсолютно Абсолютно Вот Именно так Именно так Потому что Плантация Это было Самое сложное Что они В принципе Знали И Наверное Скорее Логика Такая Вот Именно Плантационная То есть Вот такой Росгосрудник Большой Росгосплантация Это Это не Классическая Феодальная Потому что Вообще Что мне не нравится В свой феодализм Потому что Здесь Совершенно Упускается Из виду Мирсистемный Компонент А именно А какое место Вот ты Твоё общество Вообще Занимаешь В мирсистеме И Когда Я говорю Про Плантацию Я Подчеркиваю Еще И Периферийный Характер То есть На Мировой Рынок Ты Поставщик Коммолитис И Это Во многом Определяет Как бы Всё Окей Получается Мем О котором Вы говорили Мем Пушкина Как Его Можно Скор Сделать Как Его Можно Положить В Москву Как Княжеский Город Или Разный Или Это Разный Мисс Смотрите Я бы даже Интегрировал Вот смотрите А почему Вообще Говорим Пушкин Почему Вообще Говорим Про Пушкин Почему Мы Говорим Про Толстого Достоевского В том Пушкин 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 Польше Поэзия Поэзия Сложнее Переводится Но Это Те Российские Авторы Которые Добились Наибольшего Признания За рубежом А почему Они Добились Наибольшего Признания За рубежом Потому Что В целом Вне Зависимости От Их Личного Таланта И гения Который Несомненно Абсолютно Был Они Наименее Аутентичны Они Наименее Аутентичны И представляют Из себя Культурный Импорт А Реально Аутентичные Авторы Типа Салтыкова Щедрина Которые Реально Выросли На местной Пучве Они Настолько Сложны Для понимания За пределами Российской Культуры Что Предметом Экспорта Являться Практически Не могут Поэтому По большому Счету Что Хочет Потреблять Западный Читатель Он Хочет Потреблять Отражение Своей Собственной Культуры Потому Что И Толстой И Достоевский И Пушкин Конечно Это Западный Культурный Экспорт Воспринятый В России То есть Это Именно Импорт Принятый За Своё Оригинальное Пасконное Я думаю Что Такие Элементы Похожего Можно Видеть Не только В литературе А там Где угодно От экономики И технологии То есть Пушкин Это не только Это Связка Еще и Имперскости И неоригинальности А неоригинальность Связана С периферийным Положением В мир Системе Ты потребитель Концептов Да Ты потребитель Концептов А не Производитель Периферия Получает Концепты И паттерны В готовом Виде Из центра Ну и адаптирует Их Ну то смотрите Вы говорите Что Пушкина Знает меньше Потому что Он Меньше Писал Прозы То есть Поэзию Тяжелее Чем Прозу Наверное Из-за этого В том числе Но В большей степени Потому что Он Я понял Пример С Салтыковым Щедреном Но не понял Пример С Пушкиным Не Ну смотрите Пушкин Ты вырос На небе Французской Культуры Конечно Русский Пушкин Это русский Предельно Французский Но это И есть Лингва Франк России Скажем Сейчас Мы же Сейчас Говорим На языке Пушкина Более Или менее Абсолютно Верно То есть Мы говорим Именно На таком Французском Но Мой Скорее Тезис Не в этом А мой Тезис В том Что Наибольшего Успеха И в России И за рубежом Добивались Как раз Те Кто Ну Просто Копировал Запад Потому что В периферийной Стране Именно Заимствовать Какие-то Готовые Паттерны Из центра Это Успех Во всех Смыслах Ну Вот Давайте Такой Простой Пример Периферийное Положение Именно В части Культуры В широком Смысле Понимаемой Очень хорошо Иллюстрируется Тиктоком Окей Я на полусерьезе Говорю Для Вот Как это Нынешней Молодежи Это Ну Очень важный Источник И ценностей И концептов И понимания Того Как жить Даже Где-то И Если Мы Посмотрим На То Как Движутся Вообще Паттерные Концепты В этом Самом Тиктоке Они Абсолютно Четко Идут Из Англоязычного Мира В русскоязычный А не наоборот То есть Это Одноправленная Стрела И Ну Грубо говоря Пушкин Стоевский Толстой Это В чем-то Такая же Одноправленная Стрела Окей Но Я Почему про Пушкина Начал спрашивать Потому что Вы Говорили о том Что Если Читать Я не знаю Стихи Бродского Или Или Смотреть Фильм Брат И так далее Видно Что Война С Украиной Или Против Украины Это Война Именно Пушкина Против Шевченко Примерно В таких Тонах Я Помню Что Читал Нет Там Скорее Тезис Посыл Был Немножко Другой Посыл Был В том Что Общность Русская Которая Она Существовала Исторически Это Не Общность Национальная Это Общность Религиозная Потому Что Русскими Называли Всех Кто Жил В Пространстве Церковно Славянского Языка То есть Русский Это Скорее Аналог Как Латинян Это Собственно Андерсоновская Концепция Что Мир Прошлого Он Строился Вокруг Таких Священных Общностей Общенности Знаков Общенности Иероглифов Общенности Коронического Арабского Общенности Санскрита Общенности Церковно Славянского Общенности Латыни И Скорее Русский Мир Это Такое Аналог Католического Мира А Потом Этот Самый Русский Мир Попытался Но Общенность Этих Миров Она Была Разорвана В значительной Степени Печатным Прессом Печатным Станком И К тому Что Крупные Такие Священные Сообщества Они Стали Распадаться На то Что Потом В будущем Станет Гомогенизированными Национальными Государствами Гомогенизированными Вокруг Языка А Гомогенизация Языка Она За счет Печатного Пресса И Соответственно Государство Столицы В Москве Оно В идеале Пыталось Всю Старую Общенность Сарковно Славянского Преобразовать В единое Государство И Гомогенизировать По единому Стандарту Просто Пушкин Был выбран В качестве Стандарта Кого-нибудь Другого Интересно Было С вами Поговорить Камиль Спасибо Вам За ваше Время Мы Уже С вами Говорим Больше Часа И Я Могу Продоладать Бесконечно Потому что У меня Очень Много Вопросов Где-то Треть Мы Смогли С вами Проговорить Надеюсь Вы Еще раз Придете Сюда Мы Еще Есть Еще Много Тем Которые Будем Обсуждать Но На Сегодняшний День Мне кажется Нам Следовало бы Закончить Еще раз Спасибо Вам За ваше Время Было Очень Приятно С вами Поговорить